Всем привет дорогие зрители, на связи IT District и вот я решил возобновить нашу линейку видео по топ подбора тем для создания сайтов на системе WordPress, не просто сайтов, а именно интернет-магазинов. Сегодня я вашему вниманию представлю подборку из четырех тем, которые я недавно откопал. Все тяжелее приходится откапывать вам бесплатные темы оформления из сертифицированного каталога WordPress, потому что много чего я вам рассказал уже, много какие темы показал, а большинство тем из стандартного каталога, понимаете, они то не поддерживаются, они то не особо такие чем-то выделяющиеся, не хочется показывать какие-то стандартные решения, это просто скучно, неинтересно. Я подобрал для вас четыре такие темы, оформления, которые считаю, что достойны вашему внимания. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить, а кому-то, возможно, кто-то первый раз это услышит, что если вы хотите создать интернет-магазин или любой другой вид сайта, то вы можете пройти мою эксклюзивную обучающую программу, которая называется WordPress революция версия 2.0. Вы можете, она содержит самый полный комплекс, это самый полный комплекс обучения, вы с помощью этой программы создадите самый современный сайт на самых последних технологиях и на этом сайте, то есть на этом интернет-магазине будут просто все элементы, которые должны быть на современном интернет-магазине. Кому, если вам заинтересовала эта программа, то ссылка на эту программу будет в описании, либо вы можете просто связаться со мной, ссылки также все будут в описании. Также, если вы хотите, у вас какая-то проблема с вашим сайтом или с созданием сайта, вы можете со мной всегда бесплатно проконсультироваться, а если вам нужны будут какие-то, какая-то дополнительная помощь, то вы можете заказать либо мою помощь, либо уже платную консультацию. В общем, если какие-то проблемы или нужна какая-то консультация, то смело обращайтесь ко мне, все ссылки есть в описании под видео. А мы начинаем. Итак, четвертое место занимает тема под названием Лето. Чем интересна эта тема оформления? Мне, честно говоря, понравился вот этот блок с преимуществами и понравилась простота, минимализм этого решения. С одной стороны минимализм, а с другой стороны здесь есть все, что необходимо. Смотрите, тут по вкладкам есть выгрузка товаров по самым главным категориям, то есть вот это все категории, да, и вот остальные пошли категории. Также понравилось оформление корзины, потом презентация категорий товаров или баннеров. Ну, в общем, тут можно будет поколдовать, посмотреть, что тут можно сделать. И вот все продукты можно высветить. И также, видите, сразу на главной странице выходят основные посты, с помощью которых вы можете продвигать свой магазин. Тут также есть область для презентации ваших партнеров или торговых марок, которыми вы занимаетесь. Ну, и минималистичный подвал сайта. Конечно, вот эту нижнюю часть я вам предлагаю, вам рекомендую всегда убирать, чтобы не было ссылок, рекламных ссылок на разработчиков. Тут, видите, форма поиска неплохая. Но все минималистично и аккуратно сделано. Так что эта тема достойна вашего внимания, потому что она вполне, вполне, вполне может быть использована. Итак, третье место, Zixi. Итак, чем понравилось мне это решение? Смотрите, тут необычный вот такой дизайн, как бы из трех слайдов. Потом идет еще презентация категории, да. Вот идет презентация товаров. И тут сразу можно обновлять товар. А, то есть не обновлять, тут здесь можно сравнивать товар. Добавлять в избранное и посмотреть в такой легкой форме товар. Вот видите, в такой панельке она выезжает, в общем-то. Но я подозреваю, что вот эта опция в превью презентация товара, она есть в премиальной только решении, а в бесплатном, скорее всего, его нет. Дальше идет баннер. Смотрите, вот такая презентация товара. И также посты могут выходить. Ну и также выходит здесь у нас ваши партнеры или торговые марки. И подвал сайта более богатый, чем в предыдущей версии, да. Тоже, в принципе, достойное решение. И, кстати говоря, посмотрите, здесь менюшка есть. Что очень важно, вы можете скрывать, можете отображать. И, в общем, весь функционал есть. Регистрация, избранные товары, корзина, да, соцсети. Все есть в данном решении. Так что, в принципе, это решение достойно вашего внимания. Второе место занимает тема под названием Storelight. Чем понравилась мне эта тема? Во-первых, смотрите, здесь раз меню. Два меню с категориями. Три меню. И вот даже четыре меню. То есть четыре разных меню можно. Тут вот именно из-за того, что за большого количества меню мне эта тема и понравилась. Необычное оформление корзины. Так, и тут, смотрите, хорошо, интересно. Еще вот, еще презентация категории с товарами. Необычная презентация товаров самих, типа как слайдера. Как бы этот слайдер, но сразу непонятно, что это слайдер. Дальше идет презентация категории. И вот потом категории по вкладкам. То есть очень богатый макет. Еще раз презентация. Видите, товар как одного товара. Очень интересная презентация. Здесь можно еще товары особенно презентовать. Баннер и посты ваши, по которым вы можете продвигать ваш сайт. И далее отзывы также идут. И все дальше по стандартному построению. Презентация торговых марок, либо ваших партнеров. И подвал сайта. Тут также можно еще преимущество отобразить вашего магазина. И вот получается вот такой богатый подвал сайта. В принципе, решение очень достойное. Итак, первое место. App Store Lite. То Store Lite, а это App Store Lite. Это премиальное просто решение. Оно очень крутое. Смотрите, тут очень классно сделана шапка сайта. Аккуратно справа расположены функционал избранных товаров. Товаров добавления в корзину. Какие-то горячие предложения. Регистрация. Менюшка очень интересно сделана. И область поиска. Но больше нравится мне вот это меню с категориями товаров. Смотрите, как красиво все это оформлено. И вот этот меню с категориями товаров, оно очень интересно наезжает на ваш слайдер. Это очень красиво выглядит. Потом идет интересная презентация категории с товарами. Очень интересно. Дальше идет баннер. Посмотрите, тут реализована также функционал пуш-уведомления. Это очень интересно и очень классно выглядит. Потом идет презентация вот такая вот. Вот такая вот хорошая презентация товаров по вкладкам, которые разбиты по категориям. И на каждом товаре имеется вот такой функционал. То есть посмотреть превью презентацию. То есть быстрая презентация товаров. Сразу можно положить товар в избранное. И можно положить сразу товар в корзину, несмотря на его. И также можно сравнить этот товар с другим. Вот такое вот дальше горячее предложение по этому товару идет. И как бы можно будет какой-то подписаться на этот товар или получить какое-то особое предложение. На самом деле, и вот подвал сайта очень красиво представлен с преимуществами. На самом деле, я бы даже второе и первое место не разделял бы. Эти две темы оба занимают первое место, потому что они очень круто сделаны. Итак, если вы захотите посмотреть курс по одной из предложенных тем, то смело пишите мне в комментариях. Я подумаю над ваше предложение. Кстати говоря, еще на этой неделе выйдет опрос, на который мы выберем с вами тему оформления, по которому вы захотите примерно через месяц, а может быть и раньше, посмотреть обучающий курс. Конечно, этот курс будет бесплатный, будет выложен на этом обучающем канале IT-District. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был обучающий канал IT-District. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.